доброго дня уважаемые слушатели школы связаны грамоты рад вас приветствовать на нашей страничке и вот сегодня мы с вами рассмотрим этимологию слова сентябрь сейчас у нас сентябрь уже вторая декада сентября мы с вами рассмотрели этимологию осени что нам несет осень что мы осень несем здесь до корень сенту же есть интересно первый месяц осени сентябрь рассмотреть попробовать прикоснуться к истинному смыслу сентября и что нам может делать сентябре что сентябрь делать и что для чего это для какого действия наиболее благоприятный период постараюсь ссылку на прикрепить на рассмотрение слова себе крепить здесь если получится то прикреплю и так ну вот здесь определение в принципе можете сами прочитать 10 ножку же попробую более расширенная раскрыть то есть здесь словом словом слова с людьми даром окраску меда рамок места и то есть уже как бы зарождение коллективного духа разума то есть вот это зарождающийся коллективный дух разум то То есть это уже объединение людей. Оно что? Множит тебя. Тя. Тя можно, как сказать, тебя. Ся себя. Множит тебя. То есть это, а что тебя? Всё божественное тебя. То есть в сентябре происходит множение всего лучшего, что есть в человеке. Вот оно в нём, это прорастает в его биоструктуре. Вот он его, мозг головы, вегетации. А для чего? Для того, чтобы вот это всё лучшее, то, что размножено в человеке в сентябре, взять и посеять в новосотворяемое космос. То есть можно предположить, что в сентябре это множение тебя божественного, то есть это всего лучшего. И множение тебя через приход сюда дитя божественного. То есть это вписывание всего. Вот снова мы идём к теме детесотворенчества. Обратите внимание, вот почитайте календарь. Ведь очень много праздников и детских праздников, и то, что связано с детьми. Потому что вот как раз множение человека в сентябре, да, всего его самого лучшего. Да, вот оно, мы видим здесь витоколовраченье, что вот оно, восхождение и посев, да, вот он цикл, анизация идёт, рекучесная, да, вот каловраченье. То есть это уже целый цикл, это уже новый, это уже новый виток. То есть это восхождение рекучести, вот оно уже на новом витке спирали. То есть это восхождение, мощное восхождение тебя, мощное восхождение, тебя божественного. Вот то, что в человеке божественное, вот в каждом человеке есть божественность. Это искра божественного огня, оно есть вот такой интересный месяц. Или сене, да, вот тоже сене тебя божественного, для того, чтобы взойти на новый виток, на новый цикл. Да, только правильно, в принципе, новый виток, это уже новолетие с сентября, начинается с первого сентября. То есть это человек, собрав всё самое лучшее, да, он осуществляет посев и восходит, да, вот в сентябрь. То есть уже воплощение всего самого лучшего в человеке, множение этого. А чтобы множить, это нужно, соответственно, сеять. Каким образом множение происходит? Посевом. Множение знаний каких. Мы их транслируем, мы их пишем, мы их голосом транслируем и так далее. Мы их множим, эти знания, всё лучшее. Детей множим, да, каким образом? Рождаем, рожаем. Знанием можем, да, то же самое. Вот поэтому вот это множение, то есть что такое множение, да, это нужно сделать посеву, посеву, всего самого добродетельных плодов. Поэтому сентябрь очень для этого благоприятный месяц. Поэтому всем желаю, вот, сеять доброе, светлое в сентябрь очень для этого. Видите, да, деревья скидывают в листву, в сентябре уже начинают. И нам кажется, как бы, видать, они, наверное, в этот момент же посев происходит, созревание семечек. И вот то, что они набрали за год, это деревья, всё-всё самое лучшее. Ведь они же зиму тоже аккумулируют, всё. Это кажется, что они, да, они в спячке, в анабиозе, там тоже какие-то процессы, может быть, более тонкие происходят. Весной начинается зарождение, и вот всё, что за лето они, всё самое лучшее, всё-всё-всё, вот они собрали, да, плод созрел. И в сентябре они осуществляют посев. Вот эти все семечки, мы их и сеем, да, и, соответственно, мы же в одних вот циклах, да, осень. Она не только для деревьев, для животных, для многих. Что-то период зачатия. Это был такой интересный месяц сентябрь. Вот таким образом. Ну, да, и всё, спасибо за внимание. Будем, может быть, так месяц с вами рассматривать, если вам интересно. Если вам интересно на каких-то национальных языках, посмотрите, тоже пишите об этом в комментариях, какие языки. Если получится транскрипцию найти, то тоже интересно рассмотреть, потому что это всё сектора единого национального языка. Единого нашего общенационального языка, сиясветного, первотворцового языка. Спасибо за внимание.